я на него смотрю уже когда глаза глаза и у нас уже когда когда мы телепатим у нас мысль она отрывается через моргание моргнул мысль ушла моргнул мысль ушла я смотрю он меня как-то моргает так как вот посылает мысль я чувствую висок болит прям в висок все это идет и постепенно ты начинаешь слышать потому что без практики так как вот человек который попал например на необитаемый остров если он долго не разговаривал он теряет навык разговора вообще диким вот здесь такая же вещи ты первое время пищи только только концы с фраз слышишь и потом уже на тебя доносится смысловой ряд какой-то определенный виде картинок поэтому я думаю что здесь не не вот эти походы определяют можно куда уходно идти и не дойти не пустят почему попадают люди в передряги потому что они будут как бы вот идут все а зачем куда ты хочешь пойти я кстати хочу предупредить у непрописных есть такая интересная особенно что если ты к ним попадаешь то 50 лет у них живешь а потом тебя туда отпускают все для чего сделано что ты не мог никому рассказать никто не поверит при пришел а все родственники уже померли уже никого нет тебе условно сколько было лет столько есть чисто внешне тебе остается только паспорт сменить и жить в том обществе которым ты живешь то есть других вариантов быть не может ну то есть в это обязательное условие у них поэтому если вы рветесь к непрописным имейте ввиду что даже если вы попадете туда вы оттуда не уйдете ну то есть это обязательное условие потому что мы для них я повторюсь инфекция мы для них зараза которая может привести к ним зондер команды которые будут все уничтожать сколько уже на красной поляне в сочи уничтожили поселений непрописных люди там соседствовали с нами жили никому никто не мешал вот один такой пришел и все ну то есть он это чисто случайно туда дошел как вообще непонятно но у нас же с собой всегда есть связь то есть тонко материальные по ним можно отследить либо мы все начнем эволюционировать дружно либо мы будем как вот это рудимент которая рада или поздно отвалится сам себя самоуничтожит очередным каким-то биологическим оружием ты на себе начинаешь заявлять что я вменяемая я нормально или я меняем и нормальный то есть кто будет пробовать это делать то есть ты все во первых все своим поведением пытаешь адекватность показать при взаимодействии с людьми вокруг себя чего бы кого бы ты не касался ты должен быть исключительно безупречным безупречно это гармония до включено все это слово это ты не делаешь другому человеку того чего не хочешь чтобы ему делали или ты не ты не делаешь другому человеку того чего не хочешь чтобы делали тебе то есть какие-то канонические есть такие вещи как когда ты соблюдаешь безупречность и И ты начинаешь в своем телепатическом «я» обозначать, что «я» готова для контакта. Причем к тебе будут присматриваться, это будет годами длиться проверка такая, потому что на вшивость обязательно все проверяется. И когда начинают маяковать, то есть раз какая-то такая встреча, неожиданно, это будет так, как вы не ожидаете. Я расскажу. Едете на автомобиле по центральной улице в своем городе, там ехать 15 минут, а ты едешь по одной улице и не понимаешь, почему ты по ней полтора часа едешь. Ты который раз поворот делаешь на ту улицу, по которой ты едешь заново. И ты понимаешь так, что-то происходит. Есть техники, которые закольцовывают состояние. То есть ты попадаешь в пространство, где ты выполняешь одну и ту же функцию и смотришь на твое поведение. Когда ты сталкиваешься с каким-то волшебным проявлением, ты должен как адекватный человек себя повести. Если ты начинаешь расслабленно получать удовольствие от процесса и не напрягаться и не биться головой об стенку условно, то это значит, что ты готов действительно. А если ты испугался от любого волшебного проявления, такого, которое не каждый день случается, начинаешь шарахаться, значит, до свидания, никакого контакта не будет. И постепенно ты понимаешь, что ты условно идешь в магазин, и вдруг собеседник, женщина, обычно одетая, ничего особо из себя не представляешь. Ну да, чуть повыше ростом. Начинают с тобой разговаривать. Пишут, а сколько времени? Я говорю, ну у меня, к сожалению, часов нет. Подождите, я достану телефон. И тут ты понимаешь, а у нее другое лицо. То есть она при тебе изменила внешность. И смотрим на твою реакцию, как ты отреагируешь. Я говорю, у меня вот здесь, там недалеко автомобиль. Если хотите, мы можем прогуляться, съездить там куда-то. И мы начинаем. То есть это не то, что вас пригласили реверансом. Вы сели и начинаете разговаривать где-то в кафешке. Нет, это не так. Это через проверки, через определенные катаклизмы. Или, например, идешь, я шла к дольменам со своей мамой, мы поехали в очередную поездку. Я очень люблю эти все вещи. Мы поехали к дольменам. Это село Пша, да. Значит, там деревня Дольмена, она так и называется. Это недалеко от Геленджика. Мы поехали, и никак не можем дойти. Там 15 минут идти от ближайшего поселения, да. И никак не получается. Вот ты хоть тресни, не получается, и все. Я уже отчаялась и говорю матери, ну все, наверное, в этот раз мы не попадем. Что-то нас крутит, вертит, мы никак не можем дойти. Вдруг я слышу в кустах, там где-то в глубине какой-то писк. Мама говорит, да тебе показай. Говорю, нет, мам, там кто-то есть. А еще думаю, вот мы уже дошли так далеко, ну может быть все-таки еще пройдем, там 100 метров, как раз дольмены будут. Вот все, мы уже там были, мы уже знаем это место. Крутит, вертит, никак отойти не можем. На одном месте ходим. Я смотрю щеночек. Ну просто вот такая лялечка моюсенькая. Думаю, ну сдохнет ведь, если мы дальше пойдем. Да кто-то выкинул, он стал не нужен. Родила собачка, видно. И он еще такой молочный, там еле бежать даже не может. Ну думаю, ладно, все, пошли, хоть с собакой вернемся. Я ее за пазуху согрела, она перестала скулить, и мы идем обратно. Тут женщина коз пасет. У нее много козы, такие красивые все. И этот проснулся, начинает барахтаться, она такая смотрит, а кто это у вас там? Вообще не здравствуйте, до свидания. Просто спрашивает, а кто это? Я говорю, ну собачку вот нашли. Только не знаю, куда девать. Говорит, вы знаете, мне нужна собачка. Я как раз, говорит, искала, выращу себе помощника, он будет помогать мне коз пасти. Вы представляете? То есть я спасла собаку, я даже не знаю, я думала, что я с ней поеду за условно там 500 километров до своего дома, но там уж решу, что с ней делать. Не бросать же. А тут оказывается, что когда человеческий поступок, тебя сразу видят. И мы в следующий раз пошли, она говорит, ну вот смотрите, я вам расскажу. Так-то, так-то и так-то должно быть. Мы пошли, и за 10 минут преодолели такой километраж, который мы должны были там час идти. То есть как-то выраз, как резинка, нас притянуло туда. Сидит мужчина. Меня что удивило? Длинные волосы, а на лице волос нет. Кстати, чтобы вы знали, у непрописных нет волос ни на лице, ни вот этой огромной, огромных волос, которые у нас там бывают на теле. У непрописных только брови, реснички, понятно, здесь волосы, подмышки и лобок. Всё, больше волос нигде нет. Потому что это нормально, у них чистая кровь. Это мы уже там такие изуроченные, что у нас не пойми что уж, какие леса вырастают на теле. Вот. И он сидит. Мне обратило внимание, что, ну, как бы, когда мужчина побрит, это всё равно видно. Потому что там какие-то есть всё равно обозначения, что там волос. Я смотрю гладко. Я, поскольку уже знаю, что это такое, почему так, я на него смотрю, и он на меня смотрит. И я понимаю, что он говорит со мной, только у меня отрывки фраз долетают. То есть, когда человеческий поступок случился, я спасла эту собачку, уже ни на что не надеялась. И, как говорится, могла бы пренебречь к своей цели и дальше. Допустим, не я же выбросила, ну и пусть как будет. А когда по-человечески ты себя ведёшь, им будут реперные такие точки, будут поступки, которые будут определять, да или нет. И когда вы по-человечески живёте, и ту мысль, которая у вас есть, что вы готовы к взаимодействию, холите или лейте, выходит на свет, приходит к вам. Естественно, эти фразы, которые говорил этот мужчина, причём он был одет очень интересно. Это была не современная одежда, обычная рубаха, обычные там портки, которые там, ну вот на фотографии, условно, там, в 750-го года. Всё чистое, всё аккуратное, но такая одежда, к нему странная, какой-то ряженый, что ли, она же сейчас любит там, ибо эти, как их называют, бояре, да. Ходить не поймёт в чём, как будто бы, там, это что-то, знаете, в душе должна быть правильнее, а не только во внешности. И вот он сидит, мило, начинают какие-то мысли такие. Я чувствую, что у меня вот прям в висок что-то бьётся. Я на него смотрю уже, когда, глаза в глаза, и у нас уже, когда мы телепатим, у нас мысль, она отрывается через моргание. Моргнул, мысль ушла. Моргнул, мысль ушла. Я смотрю, он у меня как-то моргает так, как вот посылает мысль. Я чувствую, в висок болит, прямо в висок всё это идёт. И постепённо ты начинаешь слышать, потому что без практики, это как вот человек, который попал, например, на необитаемый остров. Если он долго не разговаривал, он теряет навык разговора, он становится вообще диким. Вот здесь такая же вещь. Ты первое время вообще только концы фраз слышишь, и потом уже до тебя доносится смысловой ряд какой-то определённый, в виде картинок. Поэтому я думаю, что здесь не вот эти походы определяют. Можно куда уходно идти и не дойти. Не пустят. Почему попадают люди в передряги? Потому что они как бы вот идут и всё. А зачем? Куда ты хочешь пойти? Я, кстати, хочу предупредить. У непрописных есть такая интересная особенность, что если ты к ним попадаешь, то 50 лет у них живёшь, а потом тебя туда отпускают. Всё? То есть это для чего сделано? Что ты не мог никому рассказать. Никто не поверит. Пришёл, а все родственники уже померли, уже никого нет. Тебе условно сколько было лет, столько и есть чисто внешне. Тебе остаётся только паспорт сменить и жить в том обществе, в котором ты живёшь. То есть других вариантов быть не может. Ну то есть это обязательное условие у них. Поэтому если вы рвётесь к непрописным, имейте в виду, что даже если вы попадёте туда, вы оттуда не уйдёте. Ну то есть это обязательное условие, потому что мы для них, я повторюсь, инфекция, мы для них зараза, которая может привести к ним зондеркоманды, которые будут всё уничтожать. Сколько уже на Красной Поляне в Сочи уничтожили поселений непрописных. Люди там соседствовали с нами и жили, никому никто не мешал. А вот один такой пришёл и всё. Ну то есть он, это чисто случайно он туда дошёл, как вообще непонятно. Но у нас же с собой всегда есть связи, то есть тонко материальные, по ним можно отследить. Хорошо там, где ты нужен. Это нужно знать. Это обязательно нужно знать. Я даже когда воплощалась, у меня же был вариант среди своих воплотиться. Я знала, где, в какой части земли, что именно воплощается из моего рода. Я притянулась к своей маме, но я притянулась не потому, что я должна была именно здесь родиться, потому что я понимала, что это нужно за какой-то целью. У нас же, если ты правильно с душой со своей работаешь и в правильной точке уходишь из физического тела, но если бессмерт не удалось облести, то ты спокойно перевоплощаешься. То есть в этом проблем нет. И я почему-то знала, что нужно здесь быть. То есть, понимаешь, нет смысла сбежать от этой реальности. Есть смысл её изменить под человеческие правила и нормы. Ведь сколько людей бегут от себя. Ведь сколько хотят измениться чисто в своём позиционировании. Вот только для себя. То ли это отсутствие эгоистичности, то ли отсутствие страхов каких-то, что это всё будет последняя жизнь, всегда меня привела. Я просто знала, что это правильное решение. Это нужно так сделать. Хотя, когда я воплощалась, меня спросили, а зачем тебе это? Да ну за глупости-то какие вообще. Тебе чего там делать-то? А я поняла, что я думаю, что многие души тоже так. Когда они сюда шли, им задавали вопрос, чего ты в эту гоню полезешь? Зачем? Там сейчас такие метаморфозы. Лучше через сто лет и условно давай, спи с ней. Может, что-то получше будет. Но зачем? Я просто, видно, подумала, что на тот момент, что в силах, может быть, что-то на своём микро-микро-маленьком уровне что-то смогу изменить. Хотя бы хоть на чуть-чуть. Поэтому хорошо там, где ты нужен. А мы все нужны здесь. Как бы нам ни трудно было, как бы нам что-то нравилось или не нравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова